И 18-й номер Том Истмен на левом фланге обороны играет Кейн Винсент Янг и слева атакует Даррен Эмброуз, возможно один из самых известных из футболистов, выступающих за Колчелстер и Уиллс Доу, такие жертвы этого клуба в розыгрыше английского кубка. То есть для Колчелстера это уже четвертый этап команды. Эта стадия оказывается в последние годы непреодолимой для Шкур. Двигается, назову это так, в общем не внушает никакого представителя неотложной скорой помощи, которая здесь дежурит. Но это несчастный случай, они столкнулись, два игрока из одного клуба и вот один отдел из годов, после этого он путешествовал по дивизионным низшим и даже однажды съездил в аренду в чемпионат Греции. Но все-таки много забивает. Гарь Кейн получает мяч. И вот сейчас мог быть счет открыт. Эриксон, передача главой. И сам подхватывает мяч, наносит удар, который в стилет. И когда один из скаутов в этой сборной приехал его просматривать, в игре за клуб Хартлпул Юнайтед, так случилось, что Хартлпул уступил со счетом 0-7. Наверное не лучший был день для того, чтобы посмотреть в деле вратаря. Но действия Колчестера пока дают абсолютный простор подключением крайних защитников. И вот новый пас сюда, на линию, где, в общем, наверное, правый защитник Трепер сегодня очень активен в этих проходах. Да еще и в обводке он хороший, хорошая подача. Трепер на окно, возможно, переходы, переходы проводятся. Наверное, один из самых забавных, который прямо сейчас осуществляется. Но момент у Кристиана Эриксона удар, зрячий в дальний. Вопрос за спину. Футболист, который переходит в Тоттенхэм. И именуется Муссой Дембеля, хорошо, вот счет открыт. Поэтому договорим позже. Здесь может быть меньше динамики, меньше движения к воротам. Но в этот же самый угол, в который Эриксон мечтал забить. Ламело, но капитан Тинни этой, которая по площади чуть шире передача. Пятка Эриксон возвращает ее довольно-таки красиво и своевременно. И атака Гарри Кейн. И вот еще раз смотрим великолепную вратарскую игру. Сыграл на коротке. Шадли увидел свободного. Как всегда, сегодня свободного трипьера. И тот выполняет передачу. Может быть, она станет продолжением того футбола, который мы видели до перерыва. А может быть, Колчестер сумеет что-нибудь переломить. Главное, чтобы это был перелом. Он бросал взгляды и примеривался. И выбирал адресата для паса. Но все-таки по-прежнему нет положения вне игры. Ламело принимает этот мяч. И в довольно спокойной ситуации отправляет его с касанием ноги защитника об этом лампе. Минимально. Все можно сделать. Мы дома. Мы адаптировались уже к игре с этой новой парой центральных защитников. Поэтому можно пойти. Не возьмусь сказать, что форму хорошо видел. Куда именно летит мяч. Колчестер продолжает атаковать. Месси разворачивается и бьет ближний угол. Здесь здорово открылся Месси. Хорошо, правильно подработал. Дэвис подключался. А теперь Дэвису нужно отрабатывать в обратную сторону. То, что Эмброс приближается к штрафной площади передачи. Ай, вот здесь. Посоветовать капитану. Он лучше нас знает, как... Чтобы уже заговорили почему-то больше. Ну вот еще момент и... Вот он здесь хорошо протащил мяч. Передачу не попал в воду. Потому что приостанавливается Шадли. Потому что в касании атаковать. Пробивать этот мяч было невозможно. Но при этом... Дэн Талер. Да, подключился. Из центра защиты. И может даже пробить. И есть удар. И есть гол. Рикошет сбивает с толку Джейка Кина. И даже сейчас прикрывает лицо рукой. Ну а когда мяч еще и рикошетит. Чьи эти спины среагируют практически невозможно. Попадает он в правую лопатку. Или даже затылок. Эриксон. Сон. Продвигается вперед. И еще один удар. В нескольких матчах принял участие. Не оставляет лишних синяков. На голених футболистов Тоттенхэма. Ну и... На этом закате... Не самый сложный из... Ударов, очевидно, для вратаря. Ну, конечно, можно часть вины переложить. И на... Центрального защитника Кента. Из-под него забит мяч. Но он летит настолько прям линейно в ближний угол. Что здесь он на... Отсутствие авторучки. Была бы расписаться. А вот Месси. Месси! Я в туго. Ээээ... Спровоцировал тыки. Игра бы повернула в другую сторону. И тогда... Мы могли видеть совсем другую концовку. Но и сейчас. А в сайте снова нет. Месси хорош. Он пробил в стойку. А забить ему помог Дэвис. Некстати набежавший на этот мяч. Что куда же было Дэвис удеться? Там не было ни одного лишнего мгновения, чтобы убрать ног. И... Сейчас Кэрол. Денталеп. Сон. Сон отправлял мяч, чтобы сыграть в одно касание. Шадли, автор дубля. Делает передачу на... Партнера Кэрол. Время тянет еще при счете 0-1. Вот как-то неправильно вела себя врата. С точки зрения логики игры. Вместо поддержания динамики, которая прослеживалась в действиях Колчестера с самого начала второго тайма. Потому что игра должна была пойти по-другому. Он стал своего рода балластом для команды в каких-то моментах. Ну и... В нескольких эпизодах ему просто не повезло. А...